Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Вначале посмотрим календарик экономических новостей, нет ли важных каких-то событий, которые следует избегать и наоборот подготовиться к ним. А дальше уже посмотрим сам терминал. Итак, посмотрим календарь, сегодня 26 апреля, понедельник, день уже заканчивается, сегодня несколько новостей по аукционам казначейских облигаций, но срок облигаций короткий достаточно, поэтому скорее всего особого изменения ожидать не стоит. Но вот когда были облигации по 20-30 летней, тогда я наблюдал сильную волатильность. Тут, я думаю, вряд ли будет что-то значимое. Далее, завтра, во вторник, решение банка Швеции по процентной ставке, но Швеция, скажем так, экзотическая валюта, вряд ли кто-то их будет рассматривать. Так, что мы можем здесь? В среду можем видеть выступление представителя Банка Канады, но это будет ночью по-нашему, вряд ли тоже это актуально. Президент Евро, Европейского банка будет выступать. Вот решение по процентной ставке ФРС, вот это вот, да, интересно, 23 часа в среду. Так, что будьте готовы. И пресс-конференция ФОМС. В общем, движение, я думаю, будет хорошее. Так, четверг у нас особых новостей. Ну вот, хотя вот ВВП будет квартальная. Это не особо важная новость, но очень много новостей в 17.30 по Америке, да? И вот потом 19 еще. Поэтому возможно, что совокупность этих новостей даст нам повышенную волатильность. Ну и в пятницу ВВП по еврозоне, ВВП квартальная. Выступление председателя Национального банка Швейцарии. 13 часов. Данные по ВВП, по евро, 3 раза будут выходить. Я думаю, это как-то размоет, скажем так, концентрацию внимания. Думаю, особого влияния не окажет. Вот. А ВВП по Канаде, вот, годовой. Это, возможно, сгонит рынок. 17.30 по Канаде в пятницу. Будьте внимательны. Итак, перейдем к терминалу, посмотрим евро. Значит, что мы наблюдаем по евро? По евро у нас имеется вот такой вот уровень сопротивления. Цена от него уже отбилась. Вот. К сожалению, поздновато мой прогноз выходит. Для скальпинга уже отработал свое. Но вообще, если посмотреть на дневной график, да, у нас, скажем, потенциал этого движения, я думаю, еще не исчерпан. Как минимум, мы можем посмотреть краткосрочно вот до этой зоны зеркальной, да. А также, если цена все-таки дойдет, то здесь будет зона покупок. Вот. Рекомендую присмотреться. О фунту. Фунт также в восходящем таком прорыве находится, как и евро. Но коррекция у него гораздо больше. Так. Здесь что мы можем сказать? Можем сказать, что уровень поддержки тут наблюдается небольшой. Вот такой вот. Так, эти линии тут не совсем уместны. Вот. Я думаю, если цена дойдет до этого уровня, то будет здесь зона покупок. Вот. Так. И вот здесь я вижу, что уже, хотя наклон сильный, но уже отработала себя зона покупок зеркальная. Видите, да? Вот. Так что ждем следующую ступеньку. Евро-франк давайте глянем. По евро-франку у нас повышенная тоже какая-то вот волатильность такая, которая смазывает все уровни. Могу порекомендовать только вот эту зону для покупок. Больше тут пока что надежных сигналов я не вижу. Что касается золота. Золото на наших глазах начинает проситься вниз. Можем наметить разве что зоны сопротивления. Вот. И, кстати, мы находимся около поддержки. Да. Можно прямо сейчас, кстати, было бы купить. Вот. Интересно, да. Но надо учесть, что золото резво так пошло вниз. Вообще, CFD-контакты на золото, на нефть, они, скажем так, базовые линии поддержки сопротивления отрабатывают не очень хорошо. Достаточно опасный вход, но можно. Вот если она пробьет дальше и вернется как к зеркальному уровню уже, то тогда это будет более надежный сигнал. Давайте посмотрим нефть. Нефть тоже просится вниз. Так. По нефти... Даже пока что не знаю, чем вас обрадовать. Есть зона сопротивления. Да, она далековато достаточно. Вот могу еще одну зону сопротивления наметить. И также вот эта зона поддержки. Зеркальный уровень для продажи. Зеркальная линия. Вот. Здесь тоже на продажу. Вот. Такие цели. Давайте канадец посмотрим. По канадцу у нас был сильный импульс вниз. Теперь он продолжается. В дальнейшем продолжение этой тенденции. Поэтому в ближайшее время, наверное, восходящего движения ждать не стоит. Кстати говоря, чем ближе мы будем приближаться вот к этому уровню поддержки, тем больше вероятность, что мы до него дойдем. Здесь начнет действовать закон притяжения, я его называю. Чем ближе мы к таким сильным уровням поддержки, тем быстрее ускоряется цена. И здесь прямо напрашиваться. Но в иллюзию впадать не стоит. Можно продавать только если будем близко уже около того уровня. Сейчас все-таки надо опираться на более какие-то весомые сигналы. В качестве весомых сигналов можем рассматривать зону сопротивления. Вот это вот на продаже, если вернемся. Что касается покупок. Покупок пока я не вижу. Давайте глянем биткоин. Биткоин, как мы знаем, сделал большой откат вниз. Вторая волна не заставила себя ждать коррекции. Но теперь похоже все на то, что мы находимся в какой-то такой глобальной, очень волатильной консолидации. Вот эта зона, я имею в виду. И здесь можно рассматривать какие-то каналы небольшие, зоны сопротивления, которым может цена подчиняться. Здесь можем покупки рассмотреть. Ну и также вот само вот это вот, сам уровень, который уже три раза цена отбивалась, да, он тоже, наверное, имеет определенную силу. Вот. То есть, если она дойдет до него, тоже можно рассматривать покупки. Продажи пока я здесь не вижу. Все. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, переходите на мой канал по ссылке в описании. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok